Приветствую, друзья! С вами снова Вадим Лозицкий, мой канал CyprusBuzzGuide и мы продолжаем рубрику советы и рекомендации. Сегодня я хочу рассказать вам о очень простой, но в то же время полезной вещи, которую наверняка все используют и используют каждый по-разному. Я и хочу именно сегодня поставить акцент для рыбалки на Кипре, как правильно, по моему мнению, использовать хранение снастей. Видите, я уже подготовил здесь кучу-кучу разных коробочек, разных размеров. В странах СНГ большинство наших рыбаков рыбачат с лодки. Мы это все знаем, у каждого есть лодка, вот такие вот замечательные коробки, где они хранят свои воблеры, маленькие коробочки, большие. И часто люди, которые приезжают на Кипр, начинают ловить баса. Естественно, как я, тоже приобретают такие коробки. Приманок у нас накапливается со временем. Сначала одна вроде бы такая маленькая коробочка, потом еще, потом еще, еще. Видите, в итоге у нас накапливается куча-куча коробок. Каждый раз, когда мы приезжаем на рыбалку, естественно, никто не будет таскать кучу таких коробок. Хочу обратить внимание с того, что я начал. Люди, которые, рыбаки наши, опять же, в СНГ, которые рыбачат с лодки, возят кучу коробок и возят, видите, даже такие ящики. То есть раз, отстегнули вот такой ящик, открыли, и в ней вмещаются четыре еще таких большие коробки и куча мелких. Классно, удобно, четко, видите, коробочка легкая. Ее носить можно, и она закрывается с двух сторон. Все удобно, все хорошо. Но для Кипра не стоит все свои приманки раскладывать по коробке. На чем я хочу особенно оставить акцент? Особенно на резине. Часто мы видим, как красиво, можно так сказать, эстетично, рыболовы покупают резину на судака и начинают вот так вот по коробочкам, вот так вот открывают. Но у меня здесь, видите, хаотично все разбросано. Здесь вот резина, да? Ну, по отсекам все раскладывают. Грузила, пули, червячки и так далее, и так далее. Для тех рыбаков это понятно. Они плавают все время в лодке. Я положил рядом себе коробку, открыл, поджиговал, поехал дальше. А нам, если мы здесь на Кипре, разложить всю резину в коробке, то каждый раз, представьте себе, нам придется просто ее набирать, во-первых, куда-то класть, а таскать вот такие коробки в языке по 3-4, это далеко-далеко неудобно. Поэтому, что я рекомендую? Если мы пользуемся резиной, то для Кипра идеально вот такие вот зип-кейсы. Вот обратите внимание. Зип-кейс, смотрите, с ручечкой, очень удобный, на молнии мы открываем. Я специально подошел к Кипре. И в этом зип-кейсе у нас много разных отсеков. Смотрите, здесь есть маленькие отсеки. Раз, они герметично закрываются. Два, три, четыре, пять. По-моему, здесь 12 отсеков. В этих отсеках очень удобно хранить... Смотрите, здесь у меня хранятся различные джиги. Очень удобно хранить спиннербейты. Именно вот она для спиннербейтов, просто идеальная. Застегивается, видите, различные спиннербейты. Большие, поменьше, разная окраска. То есть мы разложили подсек. Также в них очень удобно хранить как раз резину. Сразу уже можно положить сюда и с овсетниками, и с пулями. Здесь различные рачки. Все готово к бою. Видите, у меня разложили слаги, червячки. Все готово. То есть мы достали пачку, купили, положили, застегнули плот на зип. Взяли, закрыли, и все. Она занимает, она занимает вообще место. Таких папочек можно знать собой, рюкзак до пяти. Да и просто вот так очень удобно носить. Упала она в воду, они закрыты против жары, против воды. Очень удобная вещь. И, естественно, она компактна. Ее даже при перелетах куда-то. Здесь еще кармашки есть дополнительные. Здесь я рекомендую, очень полезно хранить как раз резину. Ни в коем случае не раскладывайте по коробкам. Потому что раскладывая резину по коробкам, каждый раз вам куда-то придется ее вынимать. И куда-то пытаться засунуть в карманы. Вы же не будете резину напихать в карманы и ходить. У меня вот несколько таких, видите, с ручками. Тоже очень-очень удобно. Это даже посредине застегивается. Вот так вот она. Раз. Оп. Отстегнули, открыли. Здесь еще много кармашков. Вот такого вот плана. Тоже очень удобная, прозрачная. Прозрачная. Мы сразу открываем и видим свою приманку. Которая нам нужна. Какой цвет? Темный цвет? Яркий? Фиолетовый? И сразу понимаем размер приманки. Мы быстро пролистали. Раз, раз, раз. Нашли нужную приманку. Здесь у меня, видите, здесь как раз эта папка у меня для червей. Здесь у меня, если там были слаги и спиннербейты, здесь по червей. И мы четко будем уже для себя понимать, для себя знать, что вот в синенькой, допустим, такой папочке у нас лежат там спиннербейты, а здесь у нас исключительно червей. Все понятно, все быстро. В этих вот отсеках прозрачных очень удобно хранить, которые я показывал, вот еще раз открою вам. Вот в этих прозрачных отсеках очень удобно хранить как раз-то овсеты. Тоже их четко видно, размеры овсетов, овсеты, сюда и пули можно насыпать. То есть все в одном. Набор для червей у вас практически для резины, где черви, просто здесь у меня черви, говорю набор для червей, вообще для резины у вас четко в одном месте. То есть вся у вас резина собрана здесь. Компактно, быстро, легко, видите, две такие сумочки. У меня много таких сумочек. Про коробки, про воблер. Какие коробки советую пользоваться? На Кипре они есть. Если у вас есть возможность, обязательно покупайте такие коробки. Коробки от компании Versus. Вот, видите, я вам покажу поближе. Есть маленькие. Чем эти коробки очень удобны? Они, во-первых, очень прочные. И у них очень классная вот здесь застежка. То есть, видите, ближе поднесу. Смотрите, как удобно. Она очень хорошая. И здесь вот эта застежка, это немаловажно. Не просто в таких дешевых пластмассовых коробочках. Там будет такой язычок, который заскакивает за пластмассочку и все. А здесь именно очень хорошо закрывается. Они разных размеров. Видите, есть самая маленькая, есть побольше. Вот. Это у меня чисто для воблеров. Для воблеров вообще классно. Посмотрите, какая у них идеальная застежка. Вот если вы... Это тоже Versus, по-моему. Если у вас будет возможность, берите Versus. Или что-то подобное. Вот с такими вот застежками. Смотрите, одна большая. Она никогда не соскользнет. Когда две маленькие застежки по бокам, пластмасса там станет помягче, износится и они будут открываться. Я уже проходил это много, испытал коробок и много выкинул. Здесь одна большая. Смотрите, раз, оп, и все. Классно также регулировать отсеки. Здесь я складываю различные воблеры. Они прозрачные, эти коробки. Для чего размер коробок? По размеру коробок, если правильно все распределить, я быстро ориентируюсь в приманках. То есть я знаю, что в этой приманке у меня, допустим, там, суспендеры, Minnow, 105-110. Вот в этой коробке, такой, с двумя отсеками, уже большой. Вот, видите? Это уже коробка, где у меня лежат большие приманки. То есть я знаю, что если мне нужны воблеры 125, 140, 145 см, они все лежат у меня в большой коробке. То есть я никогда не буду кушать. И то же самое Versus. Есть вообще вот такая, как бы, экстралайш, большая коробка. Также с большой застежкой. Смотрите, как очень удобно. Раз, открыл, здесь у меня, ну, здесь все подряд, как бы, я храню и резину, и спиннербейт, и также бросаю крючки. Вот, можно, конечно, и воблеры. А вот, конечно, я не таскаю эту коробку. Вот как раз-то маленькие коробочки, вот такого вот плана, вот такого плана, они очень чем полезны? Вот, совсем маленькие, это я четко знаю, естественно, здесь я буду хранить маленькие воблеры. Видите? Я положил маленькие воблеры, у меня четко понятно. Я хочу рыбачить на маленький кренк, я сразу беру эту коробочку. Такая же коробочка мягкая, с мягким. Это у меня вот для вертушечек. То есть вертушечки мы сюда прикрепили, здесь такой мягкий поролончик. Закрыли, они не болтаются, тройники плотно в поролоне. С моими приманками все в порядке. А вот такая коробочка, очень удобная, тоже с такой же закрывашкой, я использую под поперы. Но их можно воспользовать и под воблеры. Зачем вот эти маленькие коробочки? Эти маленькие коробочки, именно когда мы идем на рыбалку, и нам нужно небольшое количество воблеров, там штук пять. То есть мы знаем уже конкретно, что мы хотим ловить, как где. Мы открываем вот нашу большую коробку. Раз, открыли, с большой коробки достали несколько воблеров, положили сюда, здесь вмещается, сейчас я вам скажу, вот в этой маленькой коробочке, чтобы вы понимали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть воблеров вмещается. Это более чем. Коробочка занимает, вот, ее положить можно в карман. Раз, в карман, и все. Средние коробочки глубокие, очень удобные, они именно глубокие. Именно глубокие подбирайте для объемных приманок. Вот, видите, здесь у меня лежат конкретно кренки, пузатые такие кренки. Их достаточно очень много вмещается, потому что коробки не только по размеру, но и, смотрите, по объему, глубину. Если вам нужно класть объемные приманки, то кладите их именно вот в такие коробки, объемные, глубокие. Потом вы тоже будете понимать, доставая коробку, то есть, видите, что глубокая, значит, здесь у вас лежат глубокие приманки. И, таким образом, у вас все будет понятно. Здесь у вас четкая резина любых сортов. Вам не нужно копаться. Приехал на рыбалочку, кинул рюкзачок и все. Здесь у вас по коробочкам маленькие-маленькие воблеры. Здесь суспендеры, здесь чуть побольше. И в итоге, вот я использую как раз вот такой большой еще. Очень классная, удобная вещь. Ее можно переносить и домой, и так далее, чтобы коробки не носить в руках. Видите, раз-раз. Набросал сюда коробочек, закрыл. Закрыл здесь. Я говорю, четыре коробки больших вмещаются легко. К ним же вмещаются еще вот по бокам. Пожалуйста. Вмещается еще и куча махи. Видите, все поместилось в одну коробку. У меня есть таких коробок несколько, есть еще и больше размера. Это такой средний, легкий, удобный. И очень хорошо в ней хранить. И вот я говорю, то, что важно переносить. Вам нужно домой перебрать, что-то там, курячки поменять, кольца. Взяли, посмотрели, принесли все назад. А по коробкам вы сразу будете запоминать, в какой коробке какие вам воблеры нужны. Приехали на рыбалку, взяли три коробки, посмотрели. Суспендеры, флоутинг, там какие-то воблеры совсем поверхностные. Выбрали пару штук, переложили в маленькую коробочку, в рюкзак и пошли. Также в таких коробочках очень удобно. Вот отдельный, если хранить, видите, чебурашки и джиг-головки. Вот, она глубокая, но при этом очень маленькая и компактная. Опять же, с такой застежкой. Все, ее бросил, все четко, все классно. Для попперов я использую немножко другую коробочку. Практически все попперы у меня, чтобы были на виду, они разложены в каждом свой отсек. То есть крупные попперы, поменьше попперы и, соответственно, разные окраски. Так не очень удобно, тем более, что она, коробочка, прозрачная и видно сразу, какой мне поппер нужен. Ну вот, ребята, в принципе, и все. Еще раз говорю, если у вас есть возможность, обязательно обратите внимание вот на эту большую, очень классную, вирсальную застежку. Скажу, эти коробки у меня уже лет семь, наверное. Вот поверьте, лет семь. А те, которые я говорил, до этого покупал, причем цена у них одинаковая. Не то, что они там супер какие-то дорогие, а те дешевые. Те, которые у меня были застежечками, две такие маленькие застежки по бокам. Ну, все знают обычно. Все, там пластмасса стала мягкая и они расположились. Так что, вот насчет резины, это очень важно. Резину по кейсам, все остальное по коробочкам и иметь маленькие коробочки. Не раскладывайте все в коробку. Потому что нам нужно ходить на Кипре, нам нужно передвигаться и все необходимо должно быть под рукой. Набросали в рюкзак, в жилетку. Вот эти маленькие коробочки также помещаются в жилетку. То есть, можно вложиться в жилетку. А если вы всю резину и все переместите в одни большие коробки, как это любят, типа красиво показать, что у меня ряд коробок. Я тоже вам сейчас могу выложить такой вот целый ряд коробок больших. И все. Но никто не подумал о их практичности. Это хранение прежде всего. Но самое главное на Кипре у нас практичность. Потому что у нас нет возможности ловить лодки. Мы ловим с берега. Ну вот такой краткий, я считаю, на мой взгляд, нужный атрибут. Пользуйтесь. На здоровье. Правильно раскладывайте. Любуйтесь своими приманками. Все, ребята. Всего вам хорошего. Это были советы и рекомендации. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова